Добрый вечер! В эфире программа «Саратов сегодня» в студии Анны Макаровой. И вот о чем расскажем далее. ПОХИЩЕНИЕ ИЗ ГОСАРХИВА ПОХИЩЕНИЕ ИЗ ГОСАРХИВА ПОХИЩЕНИЕ ИЗ ГОСАРХИВА ПОХИЩЕНИЕ ИЗ ГОСАРХИВА Из них из всех вырваны заверительные листы, которые обычно в конце книги удостоверяют общее количество листов книги. Я думаю, что у похитителя было намерение в конце концов продавать по листочку. Каждая книга стоит порядка 302 тысяч фунтов стерлингов. Вне зависимости от того, сколько в ней листов. Весь ужас и хищение подобных книг. Что мы можем потерять информацию, которая очень ценная и о которой мы еще не знаем. В пресс-центре правительства раритетные тома сотрудники управления ФСБ возвращают директору государственного архива. По словам Светланы Соломатиной, за 20 лет работы впервые столкнулась с воровством. Да еще таким. Злоумышленником оказался ее сотрудник. Алексей Полынин проработал в архиве всего два года начальником отдела технического и хозяйственного обеспечения. Изначально при задержании свою вину отрицал. Вы задержаны по подозрению в совершении преступления, представленной статьей 164 главного кодекса Российской Федерации. Хищение предметов, представляющих особую культурную и историческую ценность. Что, не по этому поводу можете объяснить? Не, не, не делайте. Ему потребовался примерно год для составления вот этого вот преступного замысла. Он воспользовался тем, что можно проклинировать благодаря своей должности в архивах хранилища. Проникал и выносил оттуда дела. Естественно, было достаточно с ним жесткий разговор по этому поводу. И он, по крайней мере, в разговоре со мной говорил, что это связано с тяжелым материальным положением. Книги 200-летней давности, в которых сводные реестры записи актов гражданского состояния, сменах вероисповедания жителей, а также другие значимые пометки из жизни населения, выносил из архива в обеденный перерыв, через черный вход, отключая сигнализацию хранилища. Затем в интернете выложил объявление о продаже и указал цену – всего 30 тысяч рублей. Мужчина сбыл книги частным лицам. И в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены и склонены к добровольной выдаче две жительницы Саратовской области, которые приобрели данные книги посредством сети интернет. Как установило следствие, женщины оказались специалистами генеалогии. По словам экспертов, наверняка любительниц истории точно так же привлекла возможность продать ценную информацию или выложить ее в интернет. По закону, тем, кто купил раритетные книги, ничего не грозит. 55 книг вернулся на полке в хранилище архива, где находятся еще две. Пока неизвестно, но правоохранители продолжают поиски. Слоумышленник свою вину полностью признал и сейчас активно сотрудничает со следствием. По словам сотрудников следственного отдела, за кражу мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Полина Попенец, Максим Пустовалов, Саратов-24. Крупную партию сомнительной литературы задержали саратовские таможенники. В пункте контроля ввозимых почтовых отправлений в поле зрения оперативников попала посылка из Саудовской Аравии, которая содержала 27 экземпляров книг. Внимание к ней привлекли три издания об исламе. Они на русском языке, а значит, скорее всего, предназначались для русскоязычных читателей. Но увидели содержание первыми сотрудники таможни. Специалисты выяснили, что все три издания запрещены на территории страны и информация в них относится к разряду экстремистских. А название книг находится в черном списке Министерства юстиции. Известно, что материалы, входящие в данный список, являются средством возбуждения ненависти либо вражды между людьми по признаку отношения к религии, способствуют повышению агрессии к представителям иных религиозных конфессий. Материалы, включенные в федеральный список Минюста, запрещены для ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывоза с этой территории. По факту обнаружения трех книг, Саратовская таможня возбудила дело об административном правонарушении. Остальные экземпляры, которые находились в посылке, сейчас исследуют правоохранительные органы. На реке Медведица взорвали лед. Это сделали спасатели в рамках противопаводковых мероприятий. По прогнозным данным, опасный период на малых реках в нашем регионе ожидается со второй-третьей декады марта. На местах, где существует вероятность подтоплений, сотрудники МЧС уже сейчас делают все возможное, чтобы предотвратить угрозы большой воды для населения. Подробнее расскажет Денис Титаренко. Это место выбрано не случайно для первых ледовзрывных работ в этом году. Дело в том, что Медведица, традиционно выходя из русла, затапливает низины в Лосогорском районе. Но также, по словам спасателей, здесь удобно учить молодых специалистов, которые в будущем также будут бороться с половодием. Секундный взрыв требует часовой подготовки, поэтому первые спасатели приезжают к Медведице еще до восхода солнца. На глазах у будущих взрывотехников собирают тротиловые шашки и разматывают провода. В регионе только областная служба спасения имеет лицензию на проведение подобных работ, таких необходимых в преддверии весеннего половодия. Превентивных ледовзрывных работ эффективность равняется 100%. Действительно, у нас перестают образовываться нагромождение льда, мусора, плавающих каких-то бревен, конструкций. И все это спокойно проходит вдоль, позволяя наполнять водоемы водой. Приготовленную взрывчатку всего 20 килограммов укладывают в лунки. Участок, где проводятся работы, оцеплен. Все уходят на безопасное расстояние, раздается звук сигнальной сирены. Такие взрывы прогремят на территории региона в этом году еще не раз. Уже подано 23 заявки от глав администрации. Однако в итоге, как говорят спасатели, не во всех случаях придется их выполнять, так как может просто отпасть необходимость. Между тем, по прогнозам специалистов, в этом году паводок превзойдет по масштабам 2016 и 2015 годы. Поэтому нужно быть во всеоружии. Весеннее половодие будет сильнее, чем в прошлом году, сильнее, чем в позапрошлом году. Наверное, можно ориентироваться на 2014 год. На 2014 год, когда было подтоплено большое количество мостов, участков автомобильных дорог регионального и местного значения. Большая вода может прийти в 15 районов области, а в 7 муниципальных образованиях и вовсе есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Поэтому уже сейчас там в местных магазинах заготовлены минимальный набор продуктов, а также все беременные женщины, находящиеся в этих населенных пунктах, отправлены в районные больницы. Денис Тедоренко, Роман Шельдяев, Саратов-24. Действительно ли весеннее половодие в этом году рискует перерасти в серьезные бедствия? О том, почему в 2016-м удалось пережить период большой воды спокойно и к чему готовиться сейчас, поговорим с гостями нашей студии, заместителем начальника Главного управления МЧС по Саратовской области, начальником управления гражданской защитой Сергеем Булгаковым и начальником управления по инженерной защите городской администрации Павлом Овчинниковым. Смотрите программу «Прямая речь» сразу после выпуска новостей. Три дня стали важнейшими для развития региона. В Сочи с 26 по 28 февраля проходил инвестиционный форум. Мероприятие всероссийского масштаба посетила и делегация из Саратовской области во главе с губернатором. Что было сделано за время форума и как это отразится на жителях региона, все подробности далее в репортаже. Стенд региона практически у самого входа на выставочную площадку инвестиционного форума в Сочи. Даже в какой-то степени символично отмечают участники делегации. Ведь область стоит на самом старте нового этапа развития. Всероссийский форум – возможность пообщаться и договориться с крупными инвесторами. Все, чем богат регион, выставлять не стали. Посетителям среди них не только представители бизнеса, но и федеральные чиновники во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым представили только самые перспективные проекты. По желанию успехов председатель правительства подкрепил рукопожатием. Впрочем, во время работы форума таких дружественных жестов между губернатором и руководителями крупнейших корпораций было немало. Среди самых важных – соглашение о завершении строительства аэропорта в Собуровке. В подписании документа участвуют сразу пять участников – Федеральный Минтранс, Агентство воздушного транспорта России, руководство региона и представители компании-инвестора. Население области давно ждет, об этом много говорили. Но в конечном счете, я надеюсь, мы не подведем, и Саратовская область получит красивый, современный, новый, комфортный аэропорт. С апреля месяца мы выйдем на площадку и начнем строительство аэропортового комплекса. Еще один по значимости проект подписан уже в двустороннем порядке. Возможностями региона заинтересовалась компания по разработке и производству химических компонентов «Химпроминжиниринг». Согласно инвестпроекту, подписанному в Сочи, в Саратове будет создано новое производство синтетического волокна. В 2020 году, запустив этот завод, мы обеспечим Российскую Федерацию всеми видами углеродных волокон, как в области оборонно-промышленного комплекса, так и в гражданских сегментах. Новая площадка будет построена, как аэропорт, с нуля, и позволит вести до 700 новых рабочих мест. Кроме того, в регионе есть уже готовые площадки, которые также заинтересовали федеральный бизнес. Одна из таких находится в Краснопартизанском районе. Некогда крупные предприятия, принадлежавшие Министерству обороны, переведут на гражданские рельсы. Планируется, что новый завод будет производить аммиак, карбамид и аммиачную селитру. Инициатором крупного проекта выступила компания «Платекс». Руководство региона эту инициативу поддержало. Мы в последние годы, учитывая, что завершили первое именно по программе уничтожения химического оружия на территории Саратовской области, соответственно, имеем большую действующую инфраструктуру, которую надо правильно направить сегодня именно в гражданское русло, именно в промышленное производство, перерабатывающее производство. И, соответственно, сегодня мы уже обсуждаем то направление, которое интересно именно в масштабах нашей страны. Во всех инвестиционных проектах регион заручился поддержкой федеральных чиновников. Это и Министерство транспорта, и Министерство промышленности и торговли России. Всего во время Сочинского инвестиционного форума было подписано более 10 соглашений о перспективном сотрудничестве Саратовской области с крупнейшим бизнесом страны. Эллада Тагеева, Станислав Жижин, Олег Бирюков, Саратов-24. А прямо сейчас из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области на связь со студией выходит Денис Титаренко. Он расскажет о происшествиях, случившихся на территории региона за минувшие сутки. Денис, приветствую, тебе слово. Добрый вечер, Анна. Начну с ЧП в Балаковском районе. Там мужчина едва не погиб, отправившись на рыбалку. Сообщение о лежащем без движения человеке поступило около 18.00 на пульт оперативного дежурного от сторожа, который заметил темное пятно на льду. На указанное место происшествия выехали службы экстренного реагирования. Замерзавшего рыбака сотрудники областной службы спасения эвакуировали на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. В песчаном карьере села Багаевка Саратовского района специалисты взорвали снаряд 75-го калибра, оставшийся, предположительно, со времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружил рабочий на эскаваторе во время проведения земляных работ. Отогнав технику на безопасное расстояние, мужчина сразу же вызвал службы экстренного реагирования. Прибывшими на место сотрудниками областной службы спасения совместно с группой разминирования снаряд был закопан и подорван на месте обнаружения. И о дорожно-транспортных происшествиях в Кировском районе Саратова. Накануне в столкновении легковых автомобилей пострадал нарушитель правил дорожного движения. По предварительной информации, вечером в больницу обратился 25-летний мужчина, который рассказал, что пострадал в результате ДТП. Как удалось выяснить, он являлся участником аварии на пересечении улиц Рахова и Зарубина, где в 8 часов утра, управляя автомобилем Hyundai, проигнорировал правила проезда перекрестка и допустил столкновение с ДЭО. А в центре Саратова сегодня произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Неотложка при повороте с улицы Горького на Сако и Ванцете задел ДЭО Некси. По предварительной информации, водитель скорой отвлекся и не заметил двигавшуюся в левом ряду легковушку. Медиков в служебной машине не было, водитель выполнял развоз биоматериала. В аварии никто не пострадал. И о пожарах. Накануне вечером возгорание произошло в частном деревянном доме в поселке Семеновка Аркадагского района. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. По предварительным данным, пожар произошел в результате несоблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Это единственный пожар, который произошел на территории Саратовской области за минувшие сутки. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Анна, тебе слово. Спасибо, Денис. Это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие сутки. Зрители телеканала «Саратов-24» не остались равнодушными к чужому горю. На этой неделе в эфире мы показали сюжет о многодетной семье, которая из-за пожара в буквальном смысле осталась без крыши над головой. При этом пострадавшим приходится выплачивать кредит за дом, в котором невозможно жить. Сюжет о погорельцах увидели саратовские активисты. И за несколько дней им удалось собрать часть суммы на восстановление жилья после пожара. Во что в итоге вложат деньги, узнала Элада Тагиева. Все вещи здесь пропахли дымом, все пропахло, и все вещи выкинули, мешками выкидывали, привезли, это помощь. Одежда для детей, средства гигиены и игрушки. С того момента, как пожар уничтожил дом семьи Януцевых, прошел месяц. Увидев наш сюжет с места событий, саратовские активисты решили помочь пострадавшим. Проблемы людей узнали из новостного выпуска вашего телеканала. На следующий день уже с утра мы приехали со специалистом, кто занимается крышами, произвели замеры, все расчеты. В течение дня он подготовил проект крыши, подготовил смету по стройматериалам из расчета рыночной стоимости всех необходимых компонентов, комплектующих. Общая сумма на момент подсчетов составила 144 тысячи с копейками. Всего за три дня активистам удалось собрать 16 тысяч рублей. Не остались равнодушными рабочие, которые согласились заменить крышу бесплатно. А сотрудники одного из магазинов сделали скидку на стройматериалы. В итоге для полного восстановления кровли сейчас необходимо собрать 69 тысяч рублей. Эта сумма не посильна для малоимущей семьи, рассказывает Ренат Юнусов. Признается, то, что получит такую поддержку от других людей, не ожидал. Я говорю, это первоочередно, именно ваш канал, ваш канал, вам спасибо, огромнейшее спасибо, что дали такую возможность. Мы, вот, своими средствами, своими этими, вот, кредиты у нас не погашенные, вот, это вы как по чущему велению сделали. Вот, ваша передача нам помогла, вот, поможет, вот, еще привезут материал. Сейчас семья живет на съемной квартире. Заплатить за первый месяц помогли представители администрации и выделили 10 тысяч рублей. Лишних денег у семьи нет, поэтому нужно как можно быстрее сделать ремонт в доме. Приступить к нему активисты вместе с погорельцами планируют в ближайшие дни. Все желающие помочь семье Юнусовых могут отправить любую сумму, на счет, который указан на экране. Эллада Тагиева, Полина Побенец, Максим Пустовалов, Саратов, 24. «Ты супер!» – эти слова от знаменитых музыкантов страны в свой адрес услышала юная вокалистка из поселка Степное Саратовской области. Девочка прошла отбор на международный социальный детский вокальный конкурс. Позади себя на кастинге проекта «Ты супер!» наша землячка оставила почти полторы тысячи конкурентов и вошла в топ-60 самых талантливых юных вокалистов. Как стать лучше всех? Секреты успеха шестиклассницы узнала Полина Побенец. Мы находимся в комнате моей любимой доченьки Анютки. Сейчас это наблюдается музыкальный инструмент, на котором она играет, музицирует, так сказать, и помогает себе в пении. С музыкой идет по жизни, говорит о своей дочери Нина Владимировна. 12 лет назад, работая в органах опеки, женщина пришла в больницу навестить 7-месячную девочку и настолько привязалась к ребенку, что решила удочерить. Несмотря на то, что в семье уже были двое детей, волновались с мужем так, будто это первенец. Это не так просто, понимаете, полюбить ребенка, которого еще совсем не знаешь. И так сложилось. Я даже благодарна в какой-то степени Богу за то, что она всю ночь плакала. Она всю ночь плакала в связи с тем, что и рано утром нам позвонили в детское отделение и говорят, извините, мы забыли вам сказать, что ей обязательно надо в руки дать пеленочку или тряпочку какую-нибудь. Она накроет себе лицо, и только тогда она уснет. С мужем носили ее всю ночь. И к утру мы поняли, что мы ее не просто любим, мы ее обожаем. В шестилетнем возрасте Аня увлеклась пением. Заметив это, родители записали ее на вокал. Простое хобби обернулось участием в международном проекте «Ты супер». Своим талантом Аня покорила столичную сцену, прошла отборочный тур. Сейчас в Москве вместе с другими участниками готовится к очередному выступлению. Как только выдается свободная минутка, общается со своими друзьями. Привет, мои дорогие, шестой класс. Я с вами, Аня Чудакова. Короче, я, по-моему, очень соскучилась, очень люблю. Подробности своей творческой жизни рассказывает всему классу по скайпу. Благодаря социальной сети Аня и в курсе всех школьных дел. Несмотря на то, что уже второй месяц девочка вдали от родного дома, старательно выполняет все домашние задания. Мы с ней общаемся в свободное время. И я ей даю ссылки на видеоуроки, например, по математике, по русскому языку, по другим предметам. То, что вот сейчас дети наши изучают здесь в школе, проходит. Мы ее поддерживаем, очень рады за нее, искренне переживаем. Несмотря на то, что она пропускает мою математику, все остальные предметы, пусть лучше будет победительницей. Мы бы были вообще счастливы за нее. У нее очень яркий такой, такой звонкий, яркий голос. Очень яркий, звонкий, чисто она очень поет. Конечно, очень болею, переживаю за нее, как она будет выглядеть, как она будет петь. И хочется все время дать какой-то ей совет, но она очень далеко. И не знаешь, чем ей помочь. В эти выходные Аня снова выйдет на сцену проекта. О чем будет петь, пока секрет. Но уже сейчас все желающие могут отдать свой голос в поддержку нашей талантливой землячки на сайте проекта, как сделали ее друзья, родные и близкие. Аня Чудакова, ты просто класс! Аня Чудакова, мы в дворе и в группе! Аня Чудакова, ты просто супер! Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов, 24. И к этому часу у меня все. Далее эфир продолжит программа «Прямая речь». До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова